всем привет с вами ольга и вы на канале вышивальная черепашка сегодня я начинаю свою ротацию каждому по тысячи ну что ж погнали суть ротации очень простая на каждом процессе мы вышиваем тысячу крестиков исключение составляет бисерный процесс на котором я буду вышивать три ниточки но ниточки меня длинные и есть у меня еще подушка в ковровой технике я не показывала в своих всех работах на ней я буду делать ряд узелков так как процессов у меня довольно много поэтому это видео может быть разбито на 3 может быть даже 4 части посмотрим как пойдет отшив сегодня 5 апреля и давайте с вами выбирать первый процесс так я выключу лампу чтоб нам не бликовал планшет вот так чуть притушу давайте посмотрим вот такая у нас рулетка все мои процессы тут ведь как видите их довольно много с каждым вращением рулетки процесс который выпал он будет автоматически удаляться из рулетки ну давайте посмотрим какой будет первый процесс поехали так и первый процесс который у нас выпадает это бычок ну что ж значит мы начинаем с бычка сейчас я принесу его и покажу вам 12 игрушек на пластиковой конве по китайскому календарю по китайским годам все игрушки двусторонние первая сторона лицевая у меня уже вышита остался нам вот такой вот задник доделать сейчас на этом процессе выше там 73 48 процента выше то и осталось здесь 612 крестиков и 700 или нибудь стичи ну я думаю скорее всего что я его буду завершать потому что этот процесс у меня и так стоит на завершение в этом году и чего тянуть давайте его и завершать ну что ж увидимся когда будет готов мой пучок и так я делаю очередное включение для вас прошел какой-то миг для меня прошло уже целых пять дней сегодня понедельник 10 апреля одни из которых три были совершенно не вышивали но тем не менее у меня есть чем похвастаться и у меня есть финиш смотрите что у меня получилось вот такая замечательная игрушка я его уже вырезала но осталось только собрать изнанка у него такая ужасно не будем на нее смотреть что я хочу сказать ну в общем да она мучилась и с ними поколола все пальцы канва действительно какая-то не знаю ну прям очень мелкая в некоторых дырочках до пяти шести проколов бывало там где вот бэк допустим там где бэк два сложения нити то там до шести проколов было в одну дырочку и очень туго шло бак я делала бисерной иголкой и все равно было очень тяжело то есть я пока вы ее пальцы очень сложно попасть дырочку потому что пластиковая канва не могу нащупать в общем да нам училась с этим бочку но тем не менее результат готов финиш есть и как вы видите левая часть отличается от того что вы видели в начале этой ротации и да я вас немножко обманула я думал что здесь выше то все полностью и бэк в том числе но оказалось что это не так я обнаружила свою ошибку когда я стала вышивать здесь вот бэк на этой звездочки я глянула сюда думаю интересно что тут нету на этой звездочки бэка а потом смотрю у меня тут и подошва не дышит а и в общем присмотрелась оказалось что здесь был вышел только бэк черная нитка в два сложения и белый бэк остальное бэк в однослужение черной ниткой не был вышит и мне пришлось еще доделывать бэк до конца но тем не менее я рада что я его закончила теперь у меня есть такая замечательная игрушечка очень красивая дочки понравилось я уже вижу как она у нас на елке висит но будем надеяться и так это закончено и давайте брать следующее задание так я выключила свеж чтобы нам не отсвечивал планшет давайте будем выбирать следующее задание и наша руле . и давайте крутить и поехали так 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 что же нам выпадет что нам выпадает что нам выпадает а выпадает нам георгины отлично то сейчас я достану вам и покажу на каком они этапе так георгины от фирмы риоли с вышивкой шерстью на 14 канве крест полукрест в одном для сложения ниточки вот такой сейчас у меня есть результат на них и осталось уже совсем немножко вот тут вот несколько же тут будет бантик еще веточки тут будет еще одна георгина напомню нужно получится вот такая вот красота сейчас на этом процессе выше то давайте посмотрим 63 грубо говоря с половиной процента и осталось здесь в крестиках вышить 9427 крестиков так что лишние крестики лишняя 1000 крестиков ему совсем не помешает что ж я пошла вышивать смотрим как она была и для вас будет мгновение для меня два-три дня я вам покажу вернусь с результатом всем привет у нас же вторник 11 апреля и я к вам с продвижениями по георгиным вышилась у меня 1037 крестиков и моя работа теперь выглядит вот таким образом снимаю с рук быстренько включение делать значит вышивала я видите по пальцам вот в этом месте вот здесь у меня прибавились крестики полукрестики немножко зелененьким немножко такими желтые зелеными вышивалась в принципе работа идет как всегда очень легко очень хорошо никаких проблем нету вышивается цветами и пятнами взял ниточку еще до конца то есть принципе никаких проблем не было и сейчас на этой работе отшита 67 и 65 процентов так ну и давайте покрутим рулетку я сейчас снова выключу лампу так вот наша руле . давайте запускаем ее немножко звука может быть чтоб она вам красиво нажимаем крутить и давайте посмотрим что на этот раз у нас получится что нам выберет руле . на каком процессе мы будем вышивать тысячу очередной крестиков и это будет зимний сэмплер ну что ж отлично сейчас я достану и покажу вам его так вот так сейчас выглядит зимний сэмплер напомню я вышила по китайскому набору перри набор сделал сама по этому же набору вот такая красота должна получиться в итоге сейчас на этом сэмплере готова 29 и 2 процента и осталось крестиков вышить 40 4678 крестиков на нем осталось ну что ж я отключаюсь иду вышивать и увидимся с вами через тысячу крестиков всем добрый день сегодня у нас уже четверг 13 апреля я сразу меняю за свой голос я немножко простыла поэтому быстренько делаю вам включение на отчет по новогоднему сэмплеру и так вот что у меня получилось вы его видели секунду назад и как думаю что продвижение довольно заметны 1024 крестика вышелась у меня здесь и как вы видите я вышивала красными цветами вот этот темно-красный бортовый он даже вышелся полностью тут было 735 крестиков остальное дошивала вот этим таким кораллово-красным до нормы сейчас на этом процессе выше то 44 с половиной процента и мы приближаемся все ближе и ближе приближаемся к половине процесса ну что ж высыхивается он в принципе легко единственное что здесь очень очень просто дубовая канва наверно самая дубовая канва из всех я держала в руках ну просто невозможно очень тяжело проходит иголка и даже ниточки их вот эти которые входят китайские наборы искать они довольно толстенькие и все равно они не к концу махрится и даже перетирается некоторых местах но я вышиваю острой иголкой поэтому закрепляться более менее нормально но все равно вот если вы посмотрите вот здесь вот закрепки то есть канва настолько твердая что нитка закрепки она не проваливается не просачивается между нитками канвы то есть она вот так вот конечно видно поэтому надо обязательно крепится там где будет зашиваться и где не будет но чуть ближе вам покажу да немножко светит но это такой сэмплер примитив чик к елочка красивая здесь у меня получается веночек это уже сапожок будет а здесь ко мне так вот олень уже вырисовывается носит немножко повышевала здесь шапочка деда мороза будет тоже тут лицу деда мороза будет это мешки тут с подарками буду такой здоровый мешок вот ну в общем вот такие продвижения на сегодняшний день так и давайте покрутим с вами рулетку выберем следующий процесс как всегда выключила лампу чтоб не отсвечивал нам монитор так и что мы будем вышивать следующем на чем будет 1000 и это будет что на уровне рулетка скоро новый год отлично это многоцветка вот она и наяки сейчас я принесу и покажу вам каком она сейчас состоянии вот на таком этапе сейчас моя многоцветка вот она и наяки вышиваю на 16 единичками с хс вот такая красота должна получиться по итогу с красной машинкой и я нахожусь сейчас верхнем левом углу и наверное будут заполнять немножко снежинки потому что здесь одиночек и попробуем может быть даже начать уже это столб фонаря здесь вот виднеется может быть немножко фон повышевая не знаю это такое дело вы знаете куда понесет там и буду шить тут сегодня так хотим завтра так на этом я буду заканчивать эту часть ротации все по 1000 три дня у меня обещают бы совершенно не вышивальными поэтому не знаю когда возьму скорее всего что уже с понедельника даже возьму эту многоцветку поэтому мы ее пока откладываем это будет заключительная уже часть давать я вам носу в кадр все что я вышивала на этой неделе полюбуемся немножко процессе коми так так у меня уже случился один финиш первый финиш моего канала чему я очень рада новый год мы с вами только что видели и немножко вот покажу вам еще георгины вот такие красивые здесь вышивался вот этот георги ну что ж на этом я закругляюсь в этой части буду вышивать следующую часть а вам я желаю всего хорошего вышивайте с удовольствием мирного неба и шустрые вам иголочки всем пока пока